Привет! Сегодня у меня на обзоре X-Duo или X-Duo, не знаю как правильно эту компанию китайскую называть, портативный ЦАП с усилителем XD05. Модель уже завоевала свою популярность, но в общем-то обойти вниманием я ее не могу. X-Duo всегда предлагают отличные по соотношению цены и качества устройства, и это не стало исключением. Стоит он порядка 14 с небольшим тысяч рублей, и в общем-то за эти деньги это действительно очень великолепное устройство, которое в общем вполне может считаться бюджетным, но при этом предлагает массу небюджетных возможностей и фишек. Поставляется XD05 в типичной для X-Duo двухслойной упаковке. Внешне сделано из тонкого белого картона с полиграфией, внутренняя это толстый черный картон, такая вот коробочка с золотистым тиснением, в общем-то все как у дорогих серьезных моделей. Внутри находится само устройство, а также то, что положили в комплект поставки. К нему положили маленький компакт-диск с драйверами, приятная мелкая возможность, два USB провода, один для зарядки, второй для подключения к компьютеру, про них чуть позже. Пару таких вот хороших резиночек, и набор 3M ножек. Тут от щедротых положили аж 5 пар, то есть хватит с хорошим запасом. В целом, несмотря на достаточно бюджетную цену и упаковка, и комплект поставки действительно радует. Компания постарается держать свою маржу, соотношение качества и цены очень высокой. Не подкачал, собственно, и внешний вид. В X-Duo подумали о том, что это устройство предполагается использовать как портативное, поэтому постарались сделать его как можно меньше. То есть вот, несмотря на то, что он выглядит крупным, если сравнить его размер с X-7 FIO, то видно, что толщина у них, ну, у X-Duo чуть-чуть больше, но в целом примерно сравнимая. Длина практически равная и по ширине, в общем-то, X-Duo чуть-чуть шире. Но в целом он сохраняет те габариты, при которых его можно еще прицепить к какому-то устройству, и это еще, в общем-то, условно можно считать портативным. То есть, как бы, достаточно компактно и переносимо. Сделано все из алюминия, надежно, качественно. Черный с серебристыми вставками есть вариант, и есть абсолютно чисто черный. Все гнезда и органы управления разместили в основном на двух торцах. На заднем расположены цифровой вход, то есть это коаксиальный, совмещенный с оптическим USB-micro USB-порт для зарядки. Два светодиода-индикатора. Один показывает подключение, второй показывает зарядку и все остальное. Линейный вход и выход, который меняет функциональность в зависимости от того, что выбрано. И необычный USB-разъем для подключения источника сигнала. То есть, вы видите, он сделан в виде штекеров внутри углубления расположенного. Это сделано для простоты подключения к мобильным устройствам. То есть, не надо искать подходящие кабели из micro USB на micro USB. Тут в качестве кабеля можно использовать камера Connection Kit при подключении к iOS. Можно использовать любой переходник для флешек USB под Android. И, собственно, комплектный кабель, поэтому сделан тоже вот таким вот. То есть, у него тут гнездо. То есть, это обычный, фактически, USB-удлинитель. Он вот так вот сюда подключается без проблем. И, в общем-то, устройство подключается к компьютеру. Единственное, что он тут слегка разболтанный, поэтому этот кабель у меня вызывал иногда пропад в отключении от компьютера. Поэтому, может быть, придется заменить его чем-то получше. Но, к счастью, таких проводочков-удлинителей полным-полно. На передней панели размещен выход на наушники. Это 6,3 мм. Выключатель, совмещенный с регулятором громкости. То есть, вот он включается. И три переключателя. Первый трехпозиционный позволяет выбрать источник сигнала. Это USB, вот тот вот коаксиальный оптический вход и линейный вход. То есть, может устройство работать как чистый усилитель. Также есть переключатель усиления низких частот и трехпозиционный переключатель коэффициента усиления. Также тут размещенный кранчик. Это OLED-экран одноцветный, но его очень плохо видно, поэтому на камере, я думаю, вы вообще ничего не увидите. Но там показывается текущий статус батареи, выбранный вход и разрешение сигнала. А также выбранный фильтр для цифрового сигнала. То есть, управление достаточно простое, удобное. Также три кнопки еще разместили сбоку. Эта кнопка, вот верхняя, выключает дисплей. Если нажать подержать, он выключается. А вот тут загорится синенький светодиодик, который показывает, что устройство работает. Переключатель апсемплинга, который позволяет включить апсемплинг сигнала. Но при этом он действительно оказывает влияние на звук, поскольку верхние частоты становятся менее резкими. Но при этом они теряют какую-то свою живость. Поэтому я предпочитаю его не включать. И переключатель фильтра. Тут есть четыре фильтра для PCM сигнала и три фильтра для DSD. Но, на мой слух, их влияние на звук очень-очень мало, где-то на уровне эффекта плацебо. То есть, как бы не производит впечатление такой кардинальной разницы в звуке. В общем-то, много полезных функций сделано, много всего, много элементов управления, много настроек, много всего. То есть, сделано по-богатому и, в общем-то, очень неплохое устройство в компактном корпусе. Кстати, отдельно отмечу, что можно его разобрать. И внутри меняются операционные усилители, поэтому с помощью замены операционных усилителей звук можно подогнать под себя, под свои вкусы. Тоже подстроить при необходимости. Я, правда, этим не занимался, но, в общем-то, люди это делают. У аккумуляторов. Внутри размещен достаточно мощный аккумулятор, поэтому время зарядки составляет порядка пяти часов. При этом заряжать нужно через отдельный порт, поэтому от компьютера заряжаться он не умеет. Поэтому для стационарного использования, если вы не предполагаете портативно его использовать, вам придется где-нибудь найти блок питания, причем желательно 2 А, чтобы заряжать аккумулятор, держать его постоянно подключенным. При этом полностью заряженного аккумулятора хватает чуть больше, чем на 10 часов работы в виде USB ЦАПа. Где-то на 12 примерно часов у меня выходило при подключении пока к Сиалу и порядка около 20 часов при работе как усилитель. Я, правда, точно там не мерил, потому что очень долго. Но, в целом, в общем-то, результаты достаточно неплохие. Нерекордные, но, в общем-то, для компактного, портативного и весьма недорогого устройства неплохо. Единственное, что, конечно, в роли стационара оно подходит плохо, потому что все время нужно заботиться об его аккумуляторе. Ну и, конечно же, звук. X-DOO постарались сделать начинку соответствующей внешнему виду и функциональности. Тут используется топовый ЦАП АК4490, популярный в современных дорогих устройствах. Тут используется восьмиядерный XMOS в качестве USB-конвертера, поэтому поддерживается и PCM до 384 кГц, 32 бит, и DSD до 256. И, соответственно, поддерживается DSD через PCM, и Native DSD. Поддерживается DXD. В общем, все, что можно представить себе, любые разрешения, любые современные форматы поддерживаются. Тут очень неплохой встроенный усилитель, который использует BOOF 634 в качестве выходного токового буфера. Это дает 500 мВт на 32 ума нагрузки. То есть, в общем-то, устройство у них достаточно универсальное и подходит практически для любых наушников. Исключение составляется все муштуги из-за динамо, которым нужно много мощности, и самые чувствительные низкоомные затычки. Для них громкость будет расти слишком высоко. Но при этом XD05, в общем-то, не шумит, поэтому вполне себе может использоваться с большинством наушников и любого форм-фактора. То есть, весьма универсальный, благодаря трехпозиционному переключателю гейна. Если оценивать его звук с точки зрения цены, то, в общем-то, претензий вообще ноль. Звук живой, энергичный, мощный, вовлекающий, захватывающий, с хорошей проработкой глубины, более-менее нормальной проработкой ширины. Небольшие есть огрехи, но в целом для 200 долларов очень хорошо. Портативное устройство с таким звуком, в общем-то, действительно встречается редко. А за такие деньги так и совсем нет. Но если же цену не брать во внимание и сравнивать с другими устройствами, не беря за необходимость портативное использование, то, в общем-то, заметны некоторые огрехи. И основное из них состоит в том, что этот XD05 пытается подкрашивать звук для того, чтобы сделать его более увлекательным. То есть, низкие частоты он отыгрывает немного плотнее, чем они должны быть. Это, конечно, в большинстве случаев весьма неплохо, но в редких записях это слишком сильный эффект дает. Также низкие частоты тут слегка суховаты, у них слишком быстрое затухание, поэтому иногда не хватает послезвучия инструментов нижних регистров. Но, в общем-то, это придирки. В остальном бас быстрый, текстурный, хорошо контролируется, обладает неплохим разрешением. Средние частоты подаются весьма интересно. Они имеют небольшой окрас на верхних и средних частотах, поэтому вокал, особенно женский, выдвигается вперед и увеличивается в размерах. В большинстве случаев это звучит неплохо, поскольку позволяет лучше прорабатывать глубину и, в общем-то, строить сцену воображаемую в глубину. Но, опять же, иногда с этим бывает перебор, когда вокалистка прямо совсем поет вам в лицо. Но в большинстве случаев все равно это нормально. Ну, в смысле, нет этого эффекта на большинстве записей. Ширина воображаемой сцены где-то средняя такая, не особо широко играет. Верхние частоты ненапрягающие, они немного упрощены, им не хватает нюансов проработки, но, в общем-то, это обычно прерогатива самых более дорогих устройств. То есть, с верхними частотами большинство недорогих устройств справляется даже хуже, чем этот X2. Но, в общем-то, это все придирки, с учетом, если взять цену во внимание, то, в общем-то, это все действительно мелкие придирки. Если вам нужно портативное устройство, то это XD05, в общем-то, аналогов практически за свою цену не имеет. Если же вам не обязателен портатив, поскольку XD05, в общем-то, не самое оптимальное портативное устройство, вернее, стационарное устройство, то для стационарного использования есть и Audi Inst, и старый MX2, и новый DX1, которые, правда, чуть подороже, но сильно лучше. Еще есть Centrons DAGPORT HD, который меньше поддерживает только USB, но при этом звучит более натурально. Но, в общем-то, XD05 за свои 210 долларов предлагает очень много полезных возможностей, и это действительно одно из таких устройств, которые прорывные в плане того, что они предлагают очень хорошие возможности за очень доступные деньги. Если будет возможность, то обязательно ознакомьтесь с ним. Спасибо за внимание.